Акция стартовала еще днем. По городу курсировал специальный библиомобиль. Прохожим раздавали листовки с инструкцией, как пройти в библиотеку. Здесь выращивается самый лучший хлеб России! Официальный же старт библионочи был дан в центральной библиотеке. Перед входом развернулось настоящее театрализованное представление. Выступили творческие коллективы. А в читальных залах анапчане приняли участие в тематических викторинах, конкурсах и мастер-классах. У нас очень мастер-классов много, которые научат детей, да и взрослых, конечно же, что-то делать своими руками. Мастерить, допустим, кубанскую куклу. Не все умеют это делать, и вот сегодня можно этому научиться. Нарисовать чего-то, познакомиться с животными, с флорой, фауной. Любой желающий своими руками мог создать игрушку из глины или бумаги. Маленькие посетители решали головоломки, складывали пазлы, читали познавательные рассказы. А в детско-юношеской библиотеке читатели слушали произведения в исполнении самого автора. Там выступил поэт и прозаик Сергей Левин. Всегда очень интересно, когда аудитория встречается с живым писателем. Потому что дети привыкли воспринимать литературу, как неких писателей 18-19 века, которых они знают по портретам в книжках. А тут к ним приходит живой человек, который представляет свое творчество, то, что вызывает в них живой отклик. Здесь же развернулся настоящий кубанский разгуляй. Особый интерес у посетителей вызвала игра «Давайте трохи побалакаем», в которой предполагалось перевести слова с кубанского диалекта на современный русский язык. Многие ориентировались по звучанию, хотя это не всегда было верным решением. Это же весело, это интересно очень, потому что слова абсолютно не похожи на нас. То есть они думают одно значение, а реально оказывается другое. Например, слово «взятка» на Балачке. То есть наши все думают это уже по-современному, криминальное что-то. А на Балачке это означает «добыча меда». А в казачьем курине каждый желающий мог отведать кубанских разносолов. По мнению библиотекарей, такие акции возвращают людей из виртуального мира в реальный. Сегодня намечается положительная тенденция – люди снова начинают читать. И многие сходятся во мнении, что книга – это намного больше, чем просто источник информации. Мы узнаем все новое, мы узнаем то, что есть в мире, то, что мы не можем туда поехать. Ну, денег не хватает на самолет, например. Мы можем почитать о других мирах, о существах мифических, ну или изучать химию по книжкам. Литературная ночь проходила не только в библиотеках. В мероприятии принял участие Краеведческий музей. Там развернулись сразу несколько выставок, посвященных истории края и экологии. Мы в этом году решили провести библионочь в отделе краеведения, потому что тема такая, да, 80 лет Краснодарскому краю, год экологии. У нас здесь замечательная экспозиция природы Анапы и Анапского района. Здесь у нас вся наша история. Также был организован показ документальных фильмов. А для самых любознательных горожан гиды музея провели экскурсию по памятным местам Анапы.